Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. По традиции, а важным, Павел Малков провел очередную прямую линию для жителей региона. Спорт для ветеранов. В Рязани проходят тренировки для тех, кто больше не в стране. 24 апреля губернатор Павел Малков провел прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого ответил на вопросы жителей Рязанской области. Глава региона добавил, что вопросы, которые не прозвучали в эфире, обязательно будут проработаны. Список вопросов на прямой линии значительный. Шла речь о здравоохранении, социальной инфраструктуре, о приведении дорог в порядок, обновлении парка общественного транспорта и благоустройстве территории. Поговорили про обеспечение региона льготными лекарственными препаратами. Дескать, есть нехватка. Павел Малков сказал, что отсутствие это дополняется путем отдельных оперативных закупок. Одновременно с этим создается электронная персонифицированная система обеспечения лекарствами. Она позволит оптимизировать эти процессы. Запустят ее в июне. Также по поручению Павла Малкова прорабатываются вопросы строительства новой школы в ДПР-7 и 7А. Плюс здание школы номер 27 в Мервино. В регионе у нас сейчас строится 5 школ. Уже строится. Это немало. В прошлом году начали строительство двух школ в Рязани. На 1100 мест каждый это в районе ЖК Олимпийский и в Семчино. И также у нас по области строятся школы в Касимове, в Сараевском районе и в Скопинском районе. В ближайших планах строительство школы в районе стадиона «Спартак» в Рязани и второй очереди для Дядьковской средней школы. Помимо этого идет подготовка к строительству школы для одаренных детей в Мервино. Наш регион вошел в число пилотных субъектов, где по решению президента будут построены школы с самыми передовыми подходами, с самыми передовыми методиками обучения. У нас вот эта школа будет размещаться в Мервино. Проект имеет для нас такую особую важность, особый приоритет. Земля уже выделена, сейчас идет проектирование, ну и уже выделены федеральные деньги на строительство этой школы. Я считаю, что эта школа не только станет гордостью для нашего города, для области, она еще и станет серьезным импульсом для развития всего этого микрорайона. Ведется работа и по другим объектам инфраструктуры. Военный госпиталь, например, обещают сдать в августе. А новую поликлинику в Дашково-Песочне уже начали строить. Первые пациенты ее смогут посетить в 26-м году. В этом же начнется финансирование ремонта здания художественного училища. Долгое время работы здесь не проводились. Губернатор поставил задачу Министерству территориальной политики региона сформировать новый график поездок по муниципалитетам для контроля, исполнения поручений и обсуждения новых задач. Первоочередность посещений будет определяться по итогу опроса местных жителей. Тем не менее, муниципалитеты посетят все. Те вопросы, на которые во время прямой линии не ответили, отработают соответствующие министерства и ведомства, добавил Павел Малков. В региональном правительстве наградили тружеников Рязанской области. Мероприятие проходит ежегодно в преддверии 1 мая. Имена выдающихся рязанцев занесут на доску почета на площади Победы. Ежегодно в канун праздника весны труда на доску почета Рязанской области вносят имена лучших тружеников региона. Учителя, строители, инженеры, работники социальной сферы, культуры и спорта. 45 представителей самых разных профессий и 12 передовых предприятий и организаций наградили в торжественном зале регионального правительства. Уважаемые члены комиссии по определению кандидатов для запрещения на доску почета Рязанской области, разрешите от лица всех собравшихся сегодня в этом зале представителей разных профессий и сверхдействий благодарить вас за высокое отземное предложение. Всех тех, кто поработал на благо Рязанской области в 2023 году, поздравил губернатор Павел Малков. Он также подчеркнул, что награды, которые вручили труженикам, это знак признания от жителей всего региона за профессионализм и любовь к своему труду. Здесь, на самом деле, наши люди, которые побеждали в самых важных всероссийских соревнованиях, побеждали во всероссийских корпусах. Здесь рязанцы, которые с самых первых дней из УОП помогали нашим бойцам, которые сейчас там защищают нашу Родину. Спасибо вам всем огромное за вашу самодержу. Вот про каждого здесь, абсолютно про каждого можно сказать, очень много цепных слов. И каждый, безусловно, достой того, чтобы лицам достойных на счетах. В заключении церемонии награждения Павел Малков поздравил всех участников с наступающими праздниками и пожелал не останавливаться в профессиональных достижениях. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году отмечаем 79-ю годовщину Победы. Следующий год – юбилейный. Идет серьезная подготовка. По празднованию в этом году не будет массовых масштабных шествий. Решение принято, исходя из соображений безопасности. Но все же День Победы – героическая история нашей страны. С таких слов Павел Малков начал заседание Комитета Победа. О том, какие торжества будут, расскажем далее. Выставка техники, концерты, спортивные состязания. Всего в Рязани и области на 9 мая запланировано по меньшей мере 70 мероприятий. Поэтому мы должны в любом случае 9 мая сделать ярким, праздничным, душевным днем. Ну и подчеркнуть объединяющую роль этого праздника. Поэтому будет много интересных мероприятий для взрослых и для детей. Вот, например, планируется выставка техники в Рязанском Кремле. Также обязательно встретим наших десантников после Парада Победы. Отдельно поздравим наших ветеранов. В онлайн-формате поучаствуем в акции «Бессмертный полк». Павел Малков добавил, что продолжится работа и в муниципалитетах. Так, в селе Троица вовсю идет реконструкция монумента, связанного с блокадным Ленинградом. Сюда, в Рязанскую область, привозили эвакуированных. Им оказывали необходимую помощь. Еще одна важная задача – увековечивание памяти погибших. Речь идет о продолжении выпуска томов книги «Солдаты Победы». Уже готовится издание, посвященное рязанцам, освобождавшим Крым в 44-м году. Тема важнейшая, конечно же, ее обязательно надо довести до конца. И все же главный в этот день – ветераны Великой Отечественной. В регионе их осталось 63 человека. Павел Малков подчеркнул, что очень важно работать адресно. Возраст у ветеранов весьма почтенный. Потому и нужно самое пристальное и аккуратное внимание к ветеранам. В Рязани состоялось пленарное заседание медицинского форума «Здоровая независимость», которое проходит на площадке Рязанского государственного медицинского университета во второй раз. Участие в заседании уже традиционно принял губернатор Рязанской области Павел Малков. Ведущие эксперты в сфере медицины и фармацевтики, предприниматели, представители ведомств обсуждают сегодня важнейшие темы. Президентам поставлена задача. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна составлять 78 лет. Для достижения цели важнейшую роль играет развитие медицины. О том, что здравоохранение – один из ключевых приоритетов для главы региона, сам Павел Малков подчеркивает регулярно. В своей приветственной речи в зале пленарного заседания он вновь обозначил значимость вопроса для него лично. В связи с особым вниманием к этой сфере только за последний год в регионе достигнуты поразительные результаты. Полтора года назад у нас была какая-то чудовищная цифра, там около 10 промилле по младенческой смертности. Сейчас уже 4 промилле. Вдвое, вот всего за год вдвое увеличили количество профосмотров, количество людей, которые прошли через диспансеризацию. По итогам понятно, что у нас скопнула заболеваемость, выросла очень выявляемость болезни. Это абсолютно нормально. Но за счет вот этой ранней диагностики существенность выдела себе смертность. Мы в прошлом году вошли в топ-5 регионов по стране по темпам роста, ожидаемой продолжительности жизни. У нас второе место по стране по темпам снижения смертности трудоспособного населения. И первое место по всей стране по сокращению смертности от онкозаболеваний. И вот мы же все прекрасно с вами понимаем. Это не просто цифры, это не просто какая-то статистика. Это жизнь людей. Всего за год-полтора в регионе обновили половину медицинского транспорта. Открыли новый корпус онкодиспансера, крупный медицинский центр в Скопине. Запущен процесс обновления стоматологических кабинетов в районах. А также активно работают программы реабилитации в санатории «Сосновый бор». Параллельно и взаимодополняя друг друга, здесь существуют два направления. Реабилитация бойцов СВО и реабилитация детей-инвалидов. В созданной в регионе Аэрокосмической долине одним из приоритетных направлений выбрано направление биомедицинские технологии и медицинские изделия. Все те договоренности, все те решения, которые были выработаны по итогам первого форума, у нас сейчас все в стадии реализации, ничего не забыли. Последовательно работаем по всем направлениям. Мы перестраиваем и работаем, собственно, всей системой, всей отрасли здравоохранения. Изменили уже подход к профилактике, к диагностике заболеваний, к лечению, к реабилитации. В рамках форума состоялась специализированная выставка передовых отечественных разработок в области медицинского оборудования, технологий фармацевтической продукции и средств реабилитации. Медицинский кластер развивается в области успешно, подчеркнул Павел Малков. Это три образовательных учреждения с сильной научной школой и 15 предприятий, производящих приборы и оборудование. На большинстве предприятий губернатор бывал лично. В Рязанской области выпускается четырехвалентная вакцина от гриппа, которую поставляют в разные страны мира, лекарства от онкологии, а также в ближайшее время откроют два уникальных фармпредприятия, где будут изготавливать препараты, которых пока в России не делают. Государственный фонд «Защитники Отечества» учредили 3 апреля 2023 года по указу президента Владимира Путина. Филиалы и организации в регионах начали свою работу спустя два месяца. Задача фонда – поддержать участников специальной военной операции. С февраля этого года еще и в спортивных начинаниях. Государственный фонд «Защитники Отечества» – это организация, которая помогает ветеранам СВО, их семьям и родственникам солдат, погибших в зоне специальной военной операции. Принцип «Одного окна» позволяет решить вопросы с реабилитационным медицинским оборудованием, выплатами, юридической и психологической поддержкой, организации санаторно-курортного лечения, а теперь еще и с реализацией себя в спорте. Мы рады очень, что мы подписали соглашение с Рязанской Федерацией по спортивному метанию ножа. В рамках этого соглашения наши ветераны включились в этот процесс. Мы организовали команду «Защитники Отечества». И уже ветераны приступили к тренировкам, они активно очень занимаются, предоставляют все меры социальной поддержки ветеранам. Также санаторно-курортное лечение, юридическую, психологическую помощь. На сегодняшний момент поступило более 8 тысяч обращений и 90% уже решенных. Спорт – важная часть реабилитационного процесса, рассказывают в фонде. И хотя соглашение подписали буквально пару месяцев назад, ветераны СВО уже приняли участие в соревнованиях, добившись при этом хороших результатов. Заниматься начал где-то месяц назад приблизительно. Узнал через фонд «Защитники Отечества». Пригласили, мы поговорили, пришел, попробовал, понравилось. Раньше занимался, немножко так любительски бросал. Но сейчас решил профессионально заняться этим делом. В соревнованиях я уже участвовал, занял третье место. Были есененские турниры у нас. В спорте главное развиваться с собой, развивать себя. Знакомство с новыми людьми, опять же, что-то новое. Все-таки спортивный интерес, азарт больше, чем дома сидеть. В фонд я обратился в ноябре. Помогает всем, чем может, скажем так. Психологическую помощь оказывает, с выпутами помогает. Были первообластные у меня соревнования. Позже уже были есененские. Рязанская федерация спортивного метания ножа существует с 2012-го. Официально дисциплину признали только 4 года назад. По словам руководителя организации, плюсы этого вида спорта в том, что самое главное здесь не сила, а техника. Сила практически здесь не нужна. Потому что нужно понять технику, как метается нож. Потому что у нас вращательное движение. Нож, когда летит мишень, он вращается. Например, с 3 метров он делает 1 оборот. С 5 метров он уже делает 2 оборота. С 7-3 и так далее. Я хочу сказать, что моральная ответственность у нас у каждого есть. И сразу к нам попросились ребята для того, чтобы заниматься. Потому что наше спортивное метание ножа, оно практически не имеет возрастных категорий. И вот практика показывает, что по составу нездоровья тоже ограничений практически нет. Сейчас в нашей спортивной сборной ветеранов всего 2 участника. При этом в фонде защитники отечества планируют развивать и другие дисциплины. Среди тех, кто больше не может нести службу по состоянию здоровья. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На дорогах лихачат водители, на тротуарах – самокатчики. Примечательно, что введение новых штрафов на водителей этих никак не повлияло. Чтобы напомнить правила дорожного движения, госавтоинспекция провела рейд. Причина, по которой юношу остановили полицейские, не спешился с самоката на пешеходном переходе. В общем-то, это самое частое нарушение правил за сегодня. Этот пункт нарушили почти все. Если движение лица, использующее для передвижения средств для мобильности по пешеходной дорожке, по тротуару, либо в пределах пешеходных зон, подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходам, то лицо это должно спешиться и продолжить движение пешком. Либо выбрать такую скорость, которая не превышает скорость движения пешеходов. Как показывает практика, не выбирают. Едут себе что по тротуарам, что по пешеходам, лавируя в пешеходном потоке. Штраф есть. Например, за то, что не спешился на пешеходном переходе в 800 рублей. Серьезный удар по кошельку, когда решил просто покататься на самокате по городу. Для примера, по тарифу 6 рублей за минуту на 800 рублей можно было бы кататься больше двух часов. А вот другое распространенное нарушение инспекторам не встречалось. И вроде встали в центре города и время такое выбрали, когда самокатчиков больше всего. Но катались на самокатах все правильно. По одному. При движении на электросамокате или на любом другом средстве мобильности запрещено выезжать на пешеходный переход, а также передвигаться на средстве мобильности вдвоем. Электросамокат предназначен только для одного участника дорожного движения. В случае нарушения данного требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность. Штраф тот же 800 рублей. Однако во время рейда, который проводился совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, нарушителей до 14 было больше всего. Вот и проводилась с ними разъяснительная работа. Когда ты двигаешься по тротуару, у пешехода преимущество. Слайд. Нет, слушай. Если ты снижаешь ему помните, то нужно либо выбрать только такой же такой пешеход, либо смесь. По пешеходному переходу только пешком. А это памятка. По веянию времени электронная. Подростки сканируют QR-код и на телефоне автоматически открывают все правила дорожного движения для СИМ. Средств индивидуальной мобильности. Чтобы впредь ездили правильно. За этот рейд было притечено больше 30 нарушений. Сезон весенней охоты для сотен мужчин региона. Время радости встречи с просыпающейся природой. В течение двух апрельских недель любители выезжают в поля, чтобы добыть дичь. А сотрудники Росгвардии в это время проводят рейды. Нарушители, к сожалению, встречаются. Вот такой манок к использованию в охоте разрешен. Чтобы воспроизвести звуки, достоверно похожие на крики гусей, нужно серьезно потренироваться. Получится не у каждого и не сразу. А еще настоящий охотник изучает повадки гусей. Их предпочтение – время и траекторию пролета. Задача – постараться перехитрить эту умную птицу. По правилам охоты это засидка должна быть, скородок так называемый. Профиля, манки электронные нельзя, а духовые вот пользуемся вот такими. И самодельные, и покупные. И удача, вера, и будет все нормально. Ну и гусе, чтобы прилетело. Но это кормовое поле, которое они любовали и летали сюда каждые по 3-4 раза в день. Они летят, потому что, видите, уже сухо. А обязательно кукурузное зерно оно должно о ним запить. То есть бывает года, что остаются лужи. И тогда он практически сутками сидит, если его не трогать, на одном месте. В данный момент мы находимся рядом с рекой Акой. Пойма была залита. То есть ему надо лететь буквально километр. И вот он по 2-3 раза на кукурузу наестся и летает на воду. Нам надо поймать, посмотреть, как пролетает гусь, выбрать правильное место. И тогда будет удача. Целое искусство. Если охотиться по-честному, добыть гуся непросто, но оттого и интересно. К сожалению, некоторые охотники в азарте правилами пренебрегают и нарушают. Именно поэтому сотрудники Росгвардии проводят регулярные рейды. Служба охотничьего набора. Дан полиции Рогов Илья Андреевич. Документики можно в азарте? Какой-то в порядке. Не нарушаем никогда. Мы проверяли охотников, наличие у них разрешения на хранение ношения огнестрельного оружия. Мы проверяли охотничье оружие, соответственно, проверяли номера совпадения, калибр. Ну и непосредственно сотрудникам Министерства природопользования осматривали, что-то они поймали или не поймали, кого-то подстрелили или нет. Основные нарушения – это незаконная передача оружия третьим лицам. Да, такое часто бывает. Это вообще административное право нарушения и влечет за собой в том числе конфискацию оружия. Также охотники иногда бывают в состоянии алкогольного опьянения. Также это запрещено законом. Транспортировка оружия. Бывают нарушения. Во-первых, оружие должно быть незаряженным, оно должно перевозиться в чехле, ну и отдельно от патронов, соответственно. В ходе этой проверки нарушения не обнаружили, а к недобросовестным и безответственным горе-добытчикам и у самих охотников подход категоричный. Обязательно, я думаю, нужны. Люди не понимают, как правильно охотиться. Надо проводить с людьми охот-минимумы, чаще разъяснять, как надо правильно охотиться. Тогда будет все хорошо. Весенняя охота открыта в регионе до 1 мая. Добывать можно гусей, селезней, а также болотно-луговую дичь, например, вальшнопов и тетеревов. Однако не пренебрегая правилами безопасности и нормами, которые предусмотрены законом. Весна – горячее время для дачников, садоводов, всех, кто увлечен выращиванием растений разных видов и сортов. А чтобы процесс оказался радостным, важно выбрать правильный, качественный посадочный материал. Интерес людей к загородным домам и садам в последние годы, по данным социологических исследований, вырос в разы. Пожалуй, каждому хочется вырастить цветущий сад, в котором будут и плодоносящие фруктовые деревья, и роскошные кустарники, и прекрасные благоухающие клумбы и миксбордеры. И самым важным шагом к созданию такого райского уголка является первый – выбор качественного посадочного материала. В обилие множества появившихся садовых центров и питомников важно выбрать тот, которому можно доверять. В Спаске питомник, находящийся в Собчаково, существует уже 25 лет. А это уже говорит о том, что здесь умеют правильно выращивать растения и ухаживать за ними. Я сюда очень давно хожу, я уже привыкла, и у меня здесь все прирастается. Когда впервые, я не помню, мне кажется, это было уже очень давно. У меня вишни, у меня яблони, у меня крыжовники, шурафуги, у меня сливы, да. У меня очень много. Я каждый раз вот захожу, какой-нибудь кустик красивый теперь. Теперь у нас сад мы немножко сделали, теперь уже по красоте. Посмотрите, они всегда вот живые. Сколько листочков на них. Они живые. Вот они живые. У них корешочек, листочки. Отличия питомника от садового центра объяснять не нужно. Здесь растения выращивают, они просто являются посредником, перекупщиком. Сотрудники знают все об уходе. И вы получаете не просто саженец с неизвестной историей. У вас гарантировано здоровое растение, которое с любовью и заботой выращено профессионалами. И достается вам в руки прямиком от производителя по очень хорошим ценам. В ассортименте классические, известные всем садоводам сорта и виды плодовых деревьев и кустарников, а также недавно вошедшие в моду и полюбившиеся садоводам, ранее считавшиеся экзотическими растения. Мы выращиваем сами цветы, там кустарник всякий, смородник, крыжомник, голубик немножко начали в прошлый год выращивать. И сорта много, которые новые, сорта есть яблоки сейчас. Как и уже и малиного дерева, как многие, прямо спрос есть, тоже начали выращивать. Смородник, крыжомник на штамбе, прямо спрос в этот год есть. И также шелковица тоже. Раньше люди боялись покупать шелковицу, но сейчас тоже они начали покупать тоже шелковицу. В моде у садоводов также лаванда, которая является прекрасным компаньоном для роз. Их здесь тоже богатый выбор. Плетистые, чайные и флорибунды. Зимостойкие, прекрасно приживаются в нашем регионе. Справиться с уходом получится даже у начинающего садовода. Все больше любителей флоры выбирают для своих участков древовидные пионы, а также растения на штамбах. Выглядит необычно и красиво. Испанский питомник идет в ногу со временем, предлагая покупателям все соответствующие тенденциям виды, наряду с классическими, любимыми садоводами всех поколений растениями. А также обязательно подскажут, как ухаживать за приобретенными саженцами, чтобы растение прижилось, выросло и радовало вас долгие годы. К радости рязанцев в ближайшие две недели с 29 апреля по 12 мая растения из Спасского питомника будут представлены на ярмарке возле КВЦ АК. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин